здравствуйте наткнулся на одно интересное видео которое было снято на россии вчера там проходили по всей стране протесты против мобилизации то есть когда в украину входили войска и убивали украинских детей и женщин они не протестовали когда там дохли пачками их солдаты они особо не протестовали но когда пляшевый диктатор объявил мобилизацию и они поняли что эта война коснется их их детей их сыновей их братьев их отцов они решили митинговать не пойду я добровольно я против мобилизации ничего не имею мобилизировать мобилизуйте хочу страну если вы вам нужно пушечное мясо пушечное мясо ничего себе хоть кто-то на россии говорит правду старушка которая 90 100 лет которая видела что нацисты творили на ее земле и понимают что то же самое сейчас творят русские нацисты на нашей украинской земле но но не пойду применяйте применяйте физическую силу карлу он хочет применить физическую силу к 80-летней старушке применить физическую силу под харьковом или херсоном к засушникам он сыт а 80-летней старушки он не боится вот это настоящий типичный русский герой будет вязать пенсионерку чувак просто стоит и комментирует действия мусоров ничего не делает просто комментирует действия мусоров и посмотрите этот вот чувак станет героем для всех вот этих русских либералов которые сейчас на западе каспаров собой латынина жданов скажут вот это настоящий герой не побоялся сказать детей воюют против пенсионеров мужчина вам свою бабушку также поддержат они вяжут пенсионеров женщин и детей уже больше 10 лет они их пытают они их пиздят палками а каком стыде они говорят какой стыд стыдно я гуляю без лозунгов эта старушка еще не поняла что в гулаге нельзя просто так гулять она будет гулять только тогда когда и разрешат псы режима и только там где разрешат псы режима как не стыдно против пенсионеров против студентов против детей вот против кого воюет наша доблесть на полиции я говорила что на меня напал преступник два года вы не можете его отыскать бабуля ты что вчера родилась ловить преступника опасно намного безопаснее пиздить палками женщины детей не пойду применяйте давление у нее подскачет переживают они за нее и что если у нее давление подскачет что ли с не сделать этой старушкой в больницу и отвезут в российскую вы видели эти российские больницы разваленные гнилые сырые опасны для человека там работают алчные злые нищие врачи которые получают по 300 400 баксов и они когда увидят эту нищую старушку пошлют ее нахер потому что у нее нет денег им заплатить как там расистский депутат говорил чтоб народ его лечился корой дуба боярышникам меня первый раз поставили диагноз гипертония в советское время кору дуба завариваете знаете что мне прописали боярышник боярышник вот боярышник вот в чем заключается русская медицина холопы лечитесь боярышником и корой дуба менты подошли к безобидной 90-летней старушке которая ничего не нарушала скрутили ее и повели в автозак а эти ушлепки вокруг стояли в и смотрят и ничего не делают они снимают на телефон и кричат позор это рабы эта страна рабов я не удивлюсь что скоро менты будут всех их сажать на бутылку они при этом будут включать селфи камеру медленно так садиться и кричать позор вот недалекое будущее этой страны но ты будешь сознаваться или нет не тырил я этот долбаный телефон опять 25 не нужно только твое признание для выполнения плана по раскрываемости а тырил ты его или нет значение не имеет то чё ты со мной делать собрался то о чем ты никому не расскажешь если не хочешь в тюрьме 10 раз замуж выйти вот это уже явный перебор женевская конвенция такое не одобряет чем не твоя конвенция тебя по протоколу нетрезвым взяли вот и отметим что ты сам на эту бутылку напрыгнул последний раз спрашиваю будешь признание подписывать по ходу реально перебор но так не даром наша служба и опасные трудно когда я смотрел это видео я испытывал смешанное чувство с одной стороны мне было жалко эту старушку она просто вышла в своем городе в своей стране на улицу к ней подошли мусора скрутили ее закинули ее в грязный вонючий холодный автозак и скорее всего в отделении они будут лупить ее дубинкой потому что русские мусора очень любят лупить дубинками обычных людей а с другой стороны эти трусливые рабы которые снимали все на телефон и кричали позор и ничего не делали они заслуживают этой власти они заслуживают этой жизни эту страну нужно изолировать ее нужно лечить она больна ее нужно изолировать и лечить это как псих которого нужно посадить в комнату обитую мягкими подушками и не выпускать оттуда потому что очень опасен этот человек для общества так и эта страна душевно ментально морально и духовно больна ее нужно посадить в эту комнату ее нужно изолировать огородить большущим забором и пусть она там сама варится в своем говне у цивилизованного мира есть моральное обязательство перед демократией и правами человека максимально жестко изолировать российскую федерацию считает бывший посол сша в россии изоляция москвы это гарантии безопасности для существования всей европы заявил депутат европарламента радон канев запад на протяжении веков лелеял довольно наивную и даже опасную мечту об интеграции россии в международное сообщество основанное на правилах россия использует свою интеграцию и положение чтобы подчинить себе угнетать и даже пытаться стереть с карты мира большую часть восточной европы еще вчера на одном из этих митингов мусора убили девушку они забили дубинками и до смерти в украине когда дубинками мусора били студентов страна поднялась вышла на майдан и свергла власть сша когда мент убил афроамериканца при задержании вся страна поднялась в иране когда в участке убили девушку мусора вся страна поднялась и вышла на улице в россии мусора убили девушку они продолжают снимать на телефоны как и всех пакует в автозаке по одному рабы комната с мягкими подушками изолировать и лечить слава украине